Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Сила права». И сегодня мы будем говорить с вами об экологическом законодательстве. Все мы знаем, что мы живем в прекрасном крае. Карачаева-Черкесия славится природными ресурсами. И наши гости сегодня будут говорить об экологическом законодательстве. Значит, по традиции, первая наша гостья – это старший помощник прокурора республики Елена Дармаграева. Добрый день! Следующий наш гость – помощник Карачаева-Черкесского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Талалаев. Добрый день! И помощник прокурора Зеленчугского района Ислам Хатиров. Добрый день! Елена, по традиции вы будете открывать нашу программу и по традиции вы будете говорить вступительное слово. Я бы хотела узнать, на что вы сегодня хотите обратить свое особое внимание. Важным направлением прокурорской деятельности является осуществление надзора за соблюдением законодательства в экологической сфере. Это довольно обширная отрасль, которая включает в себя обеспечение мерами прокурорского реагирования законности при использовании объектов растительного и животного мира, водных биологических ресурсов, охраняемых природных территорий. Сюда же входят вопросы охраны и использования атмосферного воздуха, вод, лесов, почв, обращения с отходами. Значительное количество выявляемых нарушений обусловлено ненадлежащим участием органов местного самоуправления в организации деятельности, связанной с транспортировкой отходов и непринятием мер к своевременной ликвидации несанкционированных свалок отходов. Прокурорами устранялись нарушения, выразившиеся в необеспечении свободного доступа гражданам к водным объектам общего пользования. Вскрыты факты незаконного предоставления органами местного самоуправления земельных участков, расположенных на территориях, прилегающих к водным объектам. Что касается животных, федеральным законом об ответственном отношении с животными урегулированы правоотношения с ними. Здесь важнейшим принципом является соблюдение гуманного отношения к животным, предотвращение нанесения ущерба среди их обитания и одновременно обеспечение безопасности граждан. Сегодня вашему вниманию представит практику своей деятельности Карачаево-Черкесская межрайонная природоохранная прокуратура. И мы поговорим об интересной практике работы прокуратуры Зеленчукского района в сфере обращения с дикими животными. Андрей, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то нарушения у нас в сфере охраны природных территорий? Да, нарушения такого характера выявлялись. В этом году межрайонным природоохранным прокурором в судебном порядке были заявлены требования о принятии мер к определению границ памятников природы, таких как озеро Хурлакёль, пещера Рожнова, Бештулпар и Южный Слон. Черкесским городским судом исковые требования прокурора, признанные обоснованными, суд возложил на региональное министерство природных ресурсов и экологии обязанность по постановке на государственный кадастровый учёт указанных объектов и по обеспечению на местности их границ специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками. Аналогичные требования прокуратуры удовлетворены судом в отношении памятников природы Рыбное озеро, Черное озеро, Лаштрак, Роща Тиса Ягодного. Также по иску межрайонного природоохранного прокурора Карачаевский городской суд обязал Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации принять меры к созданию охранной зоны Тиберидинского национального парка. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры. Вся наша работа в данном направлении способствует сохранению природных ресурсов в Карачаево-Черкесии. Андрей, скажите, пожалуйста, выявлялись ли в нашей республике какие-либо нарушения в сфере охраны природных территорий? Да, данная проблема актуальна. Пристальное внимание уделяется исполнению законодательств об отходах производства и потребления. Нарушения в данной сфере достаточно распространены. К примеру, в этом году были выявлены факты несоблюдения региональным оператором, управляющей компанией «Глобус», периодичности вывоза твердых коммунальных отходов с территории села Курджиново Урубского района. В отношении директора управляющей компании и юридического лица были возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых на руководителя и организацию наложены штрафы. Их общая сумма превысила 115 тысяч рублей. Также было внесено представление директору компании, по итогам рассмотрения которого приняты меры к частичному перерасчету жителям села Курджиново Плата за некачественно предоставленные коммунальные услуги по вывозу твердых коммунальных отходов на общую сумму свыше 90 тысяч рублей. В настоящее время в Прикубанском районном суде находится исковое заявление Межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации несанкционированной свалки отходов производства и потребления, расположенной на территории Октябрьского сельского поселения. В результате незаконного размещения отходов почве причинен экологический вред в сумме свыше 470 тысяч рублей. Андрей, скажите, пожалуйста, пресекались ли вот эти нарушения, которые связаны с добычей водных биологических ресурсов? Попросту говоря, рыба, раки, вот что-то связанное с водой? Да, в судебном порядке Межрайонная природоохранная прокуратура добилась блокировки доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию об изготовлении электроловильных систем, то есть электроудочек. Эта информация была выявлена в результате мониторинга сети интернет. Федеральным законодательством запрещено осуществление добычи водных биоресурсов с применением орудий и способов добычи, воздействующих на водные биоресурсы электрическим током. В интернете часто говорят о том, что вот там-то, там-то будут проводиться собачьи бои. Делаются какие-то анонсы, бывают ролики. Насколько это уместно, это вообще можно использовать? Конечно же нет. Жестокое обращение с животными недопустимо и преследуется законом. Также под запретом находится организация и проведение боев животных. В этом году Межрайонной предохранной прокуратурой были установлены сайты, содержащие информацию о проводимых собачьих боях, демонстрирующих жестокое обращение с животными. По искам прокурора судом такая информация была признана запрещенной к распространению. Очень часто на улицах города, на улицах республики можно встретить бездомных животных. Я имею в виду в первую очередь собак, кошек. Особенно в последнее время это стало актуально даже в центре города Черкеска. Естественно, они представляют определенную опасность для людей, в частности для детей. Какая работа в этом направлении ведется? Значит, в связи с тем, что управлением ветеринарии по Карачао-Черкесской республике не проводились мероприятия по отлову и содержанию безнаджерных кошек и собак, Межрайонная предохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании такого бездействия незаконным. Суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. Однако в дальнейшем действенные меры по организации работы в данной сфере не реализовывались. В частности, не были определены организации по отлову животных, не организована должным образом работа по обращению животных без владельцев, в связи с чем в прокуратуре республики внесено представление в правительство Карачао-Черкесской республики. Указанное представление было рассмотрено и удовлетворено, по результатам чего управлением ветеринарии по КЧР разрабатываются соответствующие меры. Кроме того, на межведомственном совещании, состоявшемся в сентябре этого года, в прокуратуре республики, выработаны дополнительные мероприятия по повышению эффективности взаимодействия по вопросам профилактики и пресечения нападений безнадзорных животных на жителей республики, совершенствование региональной нормативной базы, усиление прокурорского надзора. Ислам, я знаю, что в Зеленчукском районе некий предприниматель, мы не будем называть его фамилии, разводил хищных животных у себя дома и даже занимался реализацией их приплода. Я знаю, что прокуратура проводила проверку, и что в итоге? В прокуратуру Зеленчукского района стали поступать обращения местных жителей, обеспокоенных тем фактом, что в одном из частных домовладений гражданин занимается разведением диких животных. По данному факту проведена проверка, в ходе которой установлено, что действительно предприниматель содержал 15 бенгальских тигров, 12 африканских львов, 4 персидских леопардов, черного ягуара и волка. Согласно закону, владельцы животных должны обеспечивать надлежащий уход за ними, своевременно оказывать животным ветеринарную помощь, а также проводить обязательные профилактические мероприятия. Данные требования в полном объеме не выполнялись. Кроме того, предпринимателя не было лицензии на осуществление деятельности, связанной с использованием и содержанием животных. Скажите, пожалуйста, какая ответственность предусматривается за жестокое обращение с животными? Статьей 245 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными в целях причинения им боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшие их гибель или увечья. В качестве мер наказания возможно наложение штрафа до 80 тысяч рублей или заработной платы или иного дохода осужденного в период до 6 месяцев. Обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами или ограничением свободы на срок датного года, арестом до 6 месяцев, а также лишением свободы на срок до 3 лет. Более строгие меры уголовного наказания предусмотрены за квалифицированные составы преступления, то есть совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, в присутствии малолетних, в отношении нескольких животных, с использованием садистских методов, а также с демонстрацией публичной, в том числе в средствах массовой информации. Какие последствия влечет ненадлежащее содержание домашних животных, хищных животных и всех животных вообще? Дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи, с нарушением законных требований, подлежат конфискации и возвращению в среду их обитания. Я благодарю вас всех за участие в нашей программе, я желаю вам успехов в работе, спасибо за полезную информацию. А нашим зрителям я напоминаю, что это была программа «Сила права». Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин